Добрый день, друзья! Здравствуйте! Сегодня к нам приходила соседка наша, Лариса. Очень интересная женщина, и она нам дала настолько классное интервью. Предлагаю вам послушать. Она согласилась записать это интервью. Мы его выставим. Посмотрите, послушайте. Она приоткроет завесу своей личной жизни, расскажет о своем огромном жизненном опыте, потому что ей действительно есть чего рассказать. Она за свою жизнь посетила много стран, очень много с людьми работает, практически всю жизнь объездила. У нее есть свои любимые улицы, свои любимые столики, закоулки. Вообще, это шикарная женщина. Нам повезло, что жить с ней и общаться вместе, быть рядом, как говорится, послушать и подумать над жизнью. И вам того желаем. Посмотрите, послушайте, найдите время. И ее жизнь, я думаю, пример для многих, честно говоря, я бы хотел так жить в ее возрасте и быть такой активной и жизнерадостной. Слушайте, приятного просмотра, друзья. Жизненная энергия бьет ключом из этой женщины, и пусть он тоже вам и нам передастся. Передастся, да. Лариса, доброе утро. Спасибо, что ты согласилась с нами поговорить. Это всегда приятно и всегда интересно. И людям тоже будет интересно. И вот сейчас мы собрались, чтобы ты рассказала про Кипр. Мы сами не были на Кипре, как я уже сказал. Но интересно, как и что именно. Интересно твое мнение. Вот ты жила здесь, в Алании уже много лет, сколько, 4 года считай. Ты приезжаешь, уезжаешь, но как бы долго. И вот сейчас ты побыла на Кипре. Твое мнение как бы о Кипре сложилось. Как? Расскажи нам. Здравствуйте всем. Я хочу тоже ставить свои 5 копеек. Очень рада, что Лариса вернулась на побывку к нам в Солнечную Аланию. Потому что на данный момент в Эстонии прохладно и сыро, и по-зимнему. И даже морозность. Погода там такая неустойчивая. И сейчас Лариса, она же не может сидеть на месте. Она пару дней побыла, здесь огляделась и сказала. А смотаюсь-ка я на этот остров в этом униоре. Молодец, да, в этом плане вообще валяюсь. Непоседа. Лариса это наш кумир. Я хочу вот так же быть непоседой и так же интересоваться всем. Ну, начнем с того, что Лариса всю жизнь свою сознательную в туризме. Это ее бизнес, это ее деятельность. Ну давай так, Лариса расскажет про все. Я просто хочу ее поблагодарить, что она нашла сегодня утренний момент. Выпить с нами кофе и рассказать нам, как же там на том Кипре. Здравствуйте. Снова я. Я прилетела в Турцию, потому что в Эстонии была плохая погода. И чтобы подпитаться солнцем, я отправилась в Турцию на пару дней, а потом полетела на Кипр. С Кипром я, в принципе, знакома уже давно, но с Южным Кипром. Это совершенно разные части острова. Я вообще люблю острова. Вот, с удовольствием путешествую на острова. Ну и хочу сказать вам следующее. Значит, то место, где я поселилась, значит, это огромный такой комплекс. Огромный комплекс с определенной инфраструктурой. Очень много бассейнов. На территории находится кафе, несколько штук рестораны, вот, продовольственные магазины и все. Вот, сам комплекс неплохой, но называется Цезарь этот комплекс. Но дело в том, что там, если ты имеешь семью или ты имеешь работу, то там жить приятно. Значит, комплекс благоустроенный очень, там прекрасные квартиры, все это замечательно. Но, допустим, если бы я там жила, то я думаю, что я уже бы давно висела в петле, потому что там делать просто нечего, если у тебя нет определенных занятий. Ну и потом я еще Джимейра посмотрела комплекс. Он тоже один застройщик его строит. Он мне больше понравился, потому что там двухэтажное сооружение, виллы такие, целый городок. Потом там есть бассейн, там есть аквапарк, там, значит, хорошие такие застроенные территории. И еще планируется дальше его развитие этого региона, будут строиться еще и дома и так далее. Он мне больше понравился по внешнему виду. Но хочу вам сказать, что есть такая проблема, проблема перемещения по Кипру. Скажем, если ты хочешь поехать куда-нибудь в большой нормальный магазин, то нужно куда-нибудь ехать. Но для этого нужна машина, это обязательно. Потому что автобусы ходят очень редко, очень медленно. Вот. И два раза в день. Вернее, раз в день. Утром уехал, вечером приехал. Но это тоже неудобно совершенно. Это в центре имеешь в виду, то есть ты вышел до центра. Да. Вот ты вышел, там есть автобусная остановка. Значит, ты сел, поехал, там гуляешь по городу, потом возвращаешься обратно и так далее. Ну, я посмотрела три города, столицу Кипра, Никосию. Ну, честно вам скажу, что я как испорченный человек, я там не нашла никакой изюминки, красоты и так далее. То есть он меня совершенно никак не обрадовал. Не впечатлил. Не впечатлил совершенно. Вот. Потом, значит, я поехала в Герне. Герне, это уже более современная такая симпатичная территория. Вот там в Герне старая крепость, там другая жизнь, там уже есть именно движуха, там есть жизнь. Вот я не могу жить без этого, чтобы не было какого-то движения. Вот. Герне мне понравился и застройкой своей, и такой большей цивильностью, разнообразием кафе. С удовольствием пьешь кофе, с видом на море, перед глазами крепость. Все как-то отоживляет вот эту картинку, да. Море синее-синее. Жара была 23 градуса в это время. Да. Да. Минуточку. У нас тоже было тепло. Да. Вот. На балконе я жила на седьмом этаже, меня пригласили в гости. И я там принимала утренние ванны солнечные, подзагорела немножко даже, да. Вот. Ну, что сказать. Есть еще там городок Фомогоста. Там, значит, мы туда ездили. Там крепость, там старинные, значит, раскопки. Вот. Это тоже симпатичное место. Но я думаю, что мне там были предложения поехать, значит, на окраину этой турецкой части Кипра, чтобы познакомиться с природой. Там леса, там пляжи шикарные и так далее. Много церквей, много религий и так далее. Но я не успела, у меня было мало времени. Вот. Ну, я хочу сказать, что, пожалуй, вот в плане туризма это все. Вот. Но могу отметить, что там, значит, есть прекрасные пляжи. Это правда. Благоустроенные, прекрасные пляжи. Но, опять-таки, до пляжа нужно идти. Нужно идти и достаточно долго через дорогу, автостраду и так далее и тому подобное. На пляже там был прекрасный ресторан, я посмотрела. Там в аквариуме жили лобстеры. Вот такие большие, красивые. Ресторан очень хорошо оформлен. Но скажу я вам, что рестораны с хорошим уровнем, имеют и хорошие цены. Так посидеть на лицо нужно примерно 60 евро, чтобы, ну, что-то приличное съесть, выпить и так далее. Например, да. Вот. Ну, что вам сказать? Сказать можно следующее про этот Северный Кипр, что он развивается и что он будет еще строиться. Ценовые предложения достаточно высокие. Например, когда идет реклама Кипра Северного, то никогда не упоминается следующее. Ну, например, предложили мне квартиру 1 плюс 1. Ну, это где-то 60 метров получается квартира. Вот. И балконы у них достаточно большие. Но, если мы в Турции оплатили просто стоимость квартиры, то там набирается куча денег, достаточно большая куча, до 10 тысяч и выше, которая включает в себя и нотариусы, и какие-то сборы. То есть, извини, до 10 тысяч евро, да, ты имеешь в виду? Да, конечно. Значит, нет, нет, нет. Я покупала квартиру здесь, вот, в нашей Касабьянке. Это было очень все просто. Я заплатила и все. Вот. Ну, я понимаю, но, во всяком случае, это ситуация. Потом, видно, жительство дается по приобретению жилья и все равно на один год. И при этом нужно положить 25 тысяч евро на счет, чего нет в Турции, например, да. Что касается аэропорта, из которого я улетала, да, он современный, простенький такой, ну, чистенький, все нормально. У меня такое двоякое чувство по отношению к Кипру. Я хочу сказать, что я, не помню, сколько лет назад я была на Южном Кипре. И это совсем другая история. Южный Кипр, там больше возможностей что-то посещать. Там, например, существует очень большое количество настоящих фирменных магазинов, брендовых, итальянских и так далее. Вот. Много городов с разными инфраструктурами. Есть молодежные города, с дискотеками, с тем всем. Есть такой более спокойный отдых и так далее. Ну, честно, мне больше понравилась южная часть Кипра. В этом году, значит, одна из турфирм Эстонии хочет отправить людей на отдых именно в северную часть Кипра, мотивируя тем, что там отели не такой высокой цены, хорошего качества и так далее. Ну, я считаю, что для туриста достаточно. Если человек приезжает просто отдыхать, плюс он посмотрит несколько городков там, природу, ну, пляжи прекрасные, ничего не могу сказать. Но я таки думаю, что это место на Кипре для тех, кто пишет книги, кто хочет подумать, кто хочет расслабиться, пописать картины, места живописные. И вы знаете, что меня удивило? На Кипре мало зелени. И просто мало-мало. И вот дома вот эти выстроены, а пальмочки там торчат чахленькие такие. Они сами посадили. Да, они сами сажают и всё. Но чисто, всё прилично. Да, это просто я бы сказала, что до развития этой части Кипра ещё много-много лет. Меня уговаривали купить там квартиру. И я подумала, что, например, в Джамейре квартира стоит 200 тысяч евро. Это какая? Один плюс один? Один плюс один, да. Ну, это считается более элитный район. Но опять-таки, оттуда куда-то двинуться совершенно невозможно. Там два каких-то ларька, магазинчика и всё. Я, когда сравниваю свою жизнь здесь, в Турции, то я считаю, что меня больше теперь устраивает Турция. Потому что у меня были такие блудные мысли. Может, рвануть на Кипр. Я вот так не сидячая на месте женщина. Я бы и туда уехала, и сюда. Вот, но мне здесь настолько удобно, настолько уютно. Я тут имею кучу магазинчиков удобных для себя. Пляж рядом. Вчера загорала два часа. И позавчера тоже. К морю шасть, и ты на месте. Вот, вот. Очень близко всё. Горы на меня смотрят. Вот, пока Серёжа меня снимает, я смотрю на горы. Очень люблю вот эти места. Вы знаете, я, когда выбирала квартиру, вот, когда мне Аланию показали, она мне не легла на душу. А когда я приехала сюда в Махмутлар, меня, скорее всего, покорила не сам Махмутлар, а вот географическое положение, что направо шикарные горы, налево море бирюзовое. А я люблю всё красивое. Люблю красивых людей, люблю красивые города, моря, океаны. Люблю всё красивое. Вот, я даже, когда сотрудников подбираю на работу, я всегда смотрю и ум, и ещё плюс симпатичность. Для того, чтобы людям было приятно общаться. Всё-таки мы сфера обслуживания. Вот. Ну, про себя я уже помалкиваю. Мне скоро сто. Вот, и поэтому я уже... Сами понимаете. Браво. Лариса, если бы тебе предложили поменяться, вот, переехать на Кипр, отдать здесь квартиру, и получить, допустим, равноценную там, даже ничего не надо оплачивать, ты бы уехала? Нет. Теперь нет. Вы знаете, самое удивительное, у нас в Эстонии, почему-то вдруг я удивилась, когда я летела самолётом в Анталию, в этот раз, да, пол самолёта было турков, из Сталина. Ведь шенгенскую визу достаточно сложно туркам получить. И я подумала, а что они там делают? С детьми. Они, очевидно, там живут... У меня есть знакомые турки, значит, они компьютерщики, они работают в Америке, но живут в Таллине, да. Вот. И когда я у турка спросила, такой очень развитый, хороший мальчик, умненький, я ему сказала, что я хочу Кипр посмотреть. Вот. И как вы считаете, что выбрать, Турцию или Кипр? Он сказал Турцию. Вот. И я теперь с ним согласна. Его зовут Цезарь, я приеду, я ему об этом сообщу. То есть он живёт в Таллине, да? Да, он живёт в Таллине рядом со мной, с ребёнком, с женой, да. Очень хорошо воспитанный молодой человек, я думаю, ему может 35 где-нибудь лет, вот так вот, да. Он компьютерщик, да? Да, он компьютерщик. Кстати, это не новость, у нас в Таллине многие люди и эстонцы, и русские, работают в далёких странах, в Америке, в Австралии, а удалённым путём живут в Эстонии, и всё нормально, вот так вот складывается. Ларис, а вот вопрос, раз ты начала уже рассказывать про Кюру, мы всё поняли, что нечего там делать, может тогда расскажешь немножко про себя, о своей жизни, потому что очень многих наших подписчиков интересует, многие спрашивали, чем занимаются, где жила, и как, ну, то есть, немножко, если можно, конечно. Немножечко приоткрой завесу своей личной или частной жизни, насколько это возможно. Ну да, где же. Вы знаете, это книга, которую я всем вру, что я её напишу, вот, и я, однако я пишу иногда, когда меня пробивает, ну, не знаю, будет ли она когда-нибудь закончена, но, во всяком случае, я пописываю иногда, вот, никак у меня нет времени на это, а, понимаете, чтобы писать о чём-то, вот, то нужно... Нужно на Кипр. На Кипр, да, на Кипр можно, вот, вот, я не хочу сказать, что Кипр мне вообще не понравился, ну, фрагментарно, понимаете, что-то да, что-то нет, да, всё равно мне нужна жизнь вокруг меня, потому что, ну, представляете, я за это лето сгоняла во столько поездок, и у меня были группы по 40 человек, и я привыкла к обществу людей, и поэтому, поэтому я одна никак не могу, и, ну, бывает, что я там день замыкаюсь, и всё сама-сама-сама, вот, но тем не менее. Что касается моей жизни, вы знаете, жизнь такая у меня необычная, да, что я даже не знаю, с чего начать, ну, пожалуй, скажу так, когда мне было 20 лет, я вышла замуж, и меня из Одессы, после окончания Одесского университета, филфак я закончила. Тяжело в Одессе. Да, да, училась я там, закончила университет, мужа распределили, он инженер морского флота, на Чукотку. У нас был выбор Клапида, Сахалин или Чукотка. Почему-то мы выбрали Чукотку и полетели. Вот Чукотка встретила меня ледяным дыханием земли, сопки, холодное Берингово море. По-бежу мурашки. Знаете, ну, квартиру нам дали, сначала мы жили в каком-то общежитии, ну, какое-то время небольшое, потом нас, нам выдали квартиру как молодым специалистам, там я родила свою первую дочку Владу, вот, и я никогда не сидела дома, я работала, я еще имею образование художника-оформителя, и вот я, Владка в кроватке, а я рисую. Потом, значит, я университет еще не успела закончить, я там дозаканчивала, вот, по ночам писала всякие рефераты и так далее, и так далее, вот, летала на сессии, вот, ну, благополучно все это прикончила, и пошла работать в школу. И не поверите, я была, вообще сначала, значит, преподавала рисование, вот, филфак я закончила, но никогда не работала преподавателем, чуть-чуть, может быть, в вечерней школе там, вот, и я работала с чукотскими детьми, их было у меня 120, вот, и я, значит, со временем, очень быстро, в 27 лет, стала директором школы чукчей. У меня были раскосые, лохматые, вшивые дети, которых привозили из тундры, за лето они настолько всего нахватывались, мы, значит, было так, что стелили простыню, ребенка раздевались, одежду ножницами медсестра, под машинку, избавлялись от вшей, вот, да, и, в общем, конечно, чукотская тема, это очень большая, и такая сильная вещь в моей жизни, я любила своих чукчей, ну, вы представляете, это такое счастье, когда тебя любят все 120 детей, они меня нюхали, ой, какие у вас духи, у меня духи были тогда, французские, еще, в советское время, и ногти у меня были, и все у меня было, они все отмечали, они все время ластились, они подлизывались ко мне, но это были очень сложные дети, лишенные родительской любви, специфической любовью чукчи, они их не кормили, как мы кормим, ребенок, везу их в стойбище, они там чукчи их встретили в шкурах в своих, порублю в зубы, и в столовую ребенок пошел, вот, ну, и потом, такие экзотические моменты, когда в интернате приезжает папа в шкурье, значит, торбоза, значит, меховая одежда, садится на пол, и вот он с ребенком кости сырые дробит, они мозг этот высасывают, им нравится все это, из костей, да, ой, а какие у них блюда были, такие, например, Копалькин блюдо было, это, значит, когда праздник оленя, они туда заливали крови оленью, китовые головки туда складывали, все это зашивалось, зарывалось в вечную мерзлоту, все это там в летний период времени, который включал в себя весну, лето и осень, вот, и потом они все это ели, но если бы мы, то мы бы скончались сразу, они все это ели, ну, что вы хотите, если они мухоморы на стойке пили, все нормально обходилось, вот, ели все, сырую рыбу и так далее, я тоже ела сырую рыбу, строганина, строганина, а еще называлась долбанина, приехала в стойбище, к чукче, да, вот идет и несет поленицу рыб, вот так вот на руках, да, и замерзшая, вот, и, значит, эту рыбу берет, вот целую, так, опорох, хрязь, деревяшку какую-то, да, она разламывается, поэтому долбанина, потом, значит, в солимурчик, там уксус, перчик, та-та-та, макаешь, вот, и пьешь спиртус, вот, вы не поверите, даже пила, неразбавленный спирт. Слушай, вот перебьюте, а правда, что чукчинам говорят, нельзя пить алкоголь, они... Да, у них был сухой закон, они, значит, в своей деревне, они, ну, в своих, алькатваам называлось, это коммунист называлось в переводе, да, поселение, им там выдали дома, вот те, которые там живут, некоторые там в тундре, допустим, пасут оленей и так далее, вот, и когда суббота, воскресенье, им выдавали алкоголь, и вот вся деревня выстраивалась, значит, за этим алкоголем, они упивались в хлам, вот, но они ездили в отпуск, типа, в Москву, вот они приезжали в наш поселок Беринговский, на берегу моря, вот, и у нас продавался зверобой, и никогда не забуду историю, когда мы только прилетели, бутылка разбилась у чукчи, он вылакал с земли этот зверобой, попил, да, вот, вот, а так они купят билет в Москву, приезжают к нам, в Беринговский аэропорт, там у нас был такой хиленький, да, вот, они начинают пить, вот они пьют, 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 пока у них деньги, такой, многие до Москвы не долетали, и это называлось Золотой берег у нас, да, вот, они там сидели летом, а если бы уже холодало, то они ночью на перегонки бежали, в отрезвитель забивали места, отелей не было тогда, в то время, да, так на улице, что ли, жили, ну, а что в шкуре, шкура, у них же одежда устроена каким образом, на голое тело одевается комбинезон пыжик, из нерожденного олененка, да, сверху одевается такая еще одна шкура, вот, нерожденного олененка, это что? ну, забивают оленя, вытаскивают олененка, из утробы, и потом с этого меха шьют камзолы себе, он, наверное, очень нежный, да, и вот они, нельзя туда одевать хлопковое белье, ничего, потому что они замерзают от этого, они потеют, они замерзают, а так он, если пургай или что, он себе зарылся в сугроб, он может прожить спокойно, то есть оно, герметик, как принцип термоса, получается, создается, мех наружу, мех вовнутрь, понимаете, вот, ну, и, короче говоря, такие вот веселые истории были, но я хочу сказать, что Чукотка, вы знаете, это самое лучшее время в моей жизни, потому что именно Чукотка, не знаю, как каждого человека, но лично для меня Чукотка дала мне возможность быть человеком нравственным, понимаете, потому что вот эти природные условия жуткие, вот, когда гибли люди, просто в больших количествах гибли те, которые на охоту отправились на вездеходе, и застала пурга, и все, и прямо вот 6-7 человек нет, либо в море ушли, даже посреди поселка, вы представляли, что такое снег на Чукотке, ты идешь, тебе снег лепит в лицо, вот так глаз продрал, второй забит, пока этот продрал, этот забит, 42 минуты в секунду, 45 метров в секунду ветер, и валит, и кувырком, у меня был такой случай, когда я шла в интернат, я вышла, выглянула вот так, вроде светло, вот, и меня как повалил ветер, и как покатил меня, я цеплялась за кочки руками, выломала все ногти, вот, я боялась, что меня угонят в море, потому что тогда обратной дороги нет, вот, но меня потом случайно прибило к дому, ветром, я вползла в подъезд, и закон Чукотки таков, ты пришел в любое время, тебе дверь любой человек откроет, вот они меня затащили, чаем меня напоели, как ни странно, телефонная связь работала, я позвонила, значит, в интернат, но у меня там дети, я и няня, и все, понимаете, я поэтому, как человек ответственный, рванула в эту непогоду, вот, но все обошлось, все, слава Богу, но, вы знаете, вот эта жизнь северная, такая была и сложная, и в то же время романтичная, мы, молодые специалисты, нас было много, мы собирались в какой-то квартире, света не было, топили печка, была обязательно в доме, да, ну, обычный дом, многоквартирный, готовили еду, зажигали свечи, в вечерних платьях, танцевали, там, выписывали книги из Петербурга, читали, такой был межобластной обмен, можно было любую книгу из Питера выписать, к нам доставляли, ну, газеты, конечно, приходили пачками, потому что, пурга, самолеты не летали, телевизор, так себе показывал, ну, такая жизнь была своеобразная, но, понимаете, вот, несмотря на вот эти вот всякие такие страсти, мордасти, да, на ветер, на то, на сё, и какая, какая дружба между людьми, там, например, в аэропорту однажды я сидела почти месяц, ни отеля тебе, ничего, все в повалку спят, у кого-то деньги закончились, дают 100 рублей, тогда это были большие деньги, это верят, что тебе обязательно вернется, то есть, помогают друг другу, вот такая взаимовыручка, и, понимаете, вот, север, он и закалял, и чистил душу, это правда, вот, и я любила своих чукчей, они мне платили тем же, ну, скажите, пожалуйста, кто бы вам написал такие слова, пишет мне девочка, которая уже ушла из школы, с института, пишет мне письмо, что, Лариса Васильевна, ваши руки похожи на крылья белых лебедей, ну, потому что их ласкала, гладила, трепала, там, за ушко, за туда, я их любила, они любили меня, словом, мне досталось, да, словом, я купалась в любви, и это правда, поэтому чукотка для меня, это такое, так скажем, место, которое, я 8 лет там я отбыла, вот, но, в общем, слишком долго я влеклась, потому что много можно рассказать, природа обалденная, это северное сияние, вот эти сопки, которые подсвечены солнцем, как картины Ракуэлла Кента, знаете, вот такие темно-синие, голубые, где-то на снег вечером искрится, как бриллиантовый весь, то есть, там столько много всяких достоинств было, и природных, и по отношению к людям, мы все дружили, мы были, молодость была такая, хорошая молодость была, ну, я, конечно, с Чукотки каждый год летала, в Одессу там, то у меня университет, то, то, все, ну, в общем, как-то так, это первая часть жизни, потом с Чукотки нас перевели, город Венспелс, это Латвия, я, значит, в Латвии, я уже знала, чем я буду заниматься, я понимала, что школа это не мое вообще, вот, я поступила на курсы экскурсоводов, с большим трудом меня не брали, потому что нужно было прожить 5 лет, наверное, в Латвии, чтобы стать гидом, вот, чтобы все это знать, и условия такие были, нужно было высшее образование обязательно иметь, и так далее, вот, ну, понимаете ли, я поступила сразу же, потому что я пробила все, все райкомы, и все на свете, поступила, и уже на следующий год я была официальным гидом в Венспелском бюро путешествия, это тоже морской порт, это такой милый город, в данный момент он очень симпатично выглядит, вот, я там бываю, там у меня мама похоронена, я посещаю могилу, сестра моя живет там, вот, ну, ну, а с Венспелса, я же не могу сидеть, ветер странствий гонит, и я, когда начали строить Ново-Таллинский порт, я, значит, написала письмо начальнику порта, знаете, с такой мобой, заберите меня, потому что я в Таллин съездила, и меня город поразил, как географ Идреси написал, что это город, маленький город, похожий на большую крепость, вот, и, значит, поразил меня Таллин, ну, и, значит, тогда начальник порта был другом моего мужа, они в институте вместе жили в одной комнате, и он нас забрал, вот так я оказалась в Таллине, но, сразу меня в гиды не взяли, потому что нужно было обучение пройти, вот, и определили меня, посмотрели мою трудовую, что я директорила, и в детский сад меня, на 6 лет туда, но я построила с алкоголиками два детских сада, не поверите, ЛТПшники, это был цирк, значит, а я, а я олицетворяла руководящую сторону, представляете, куда-то поехала по делам, приезжая, заразы такие, в ярко-зеленый свет, цвет покрасили детскую комнату, можете себе представить, цвет весны, да какой там цвет весны, это вообще был цирк, вот, ну, короче, я все это дело преодолела, открыла, с душой, я работаю всегда хорошо, с душой, все, но это было не мое, совсем, 100%, вот, ну, я уже начала там, подлетывать туда-сюда, по Советскому Союзу, с туристами, ну, в один прекрасный момент, мое терпение треснуло, и я отправилась, прибывая дорогой в туризм, ну, работала где-то 5 лет в Балтик-Турсе, это такая известная туристическая фирма, мы ездили в Балтик-Турсе, все рекомендуют до этих фирм, а потом, потом это самое, я все-таки ушла от них, и открыла свою фирму, и вот уже сколько, уже, наверное, 25 лет в этом году, в октябре стукнула в моей фирме, вот, и я так вот потихонечку работаю, ну, что сказать, потом, была такая эпопея, на Шри-Ланке я строила, я уже рассказывала, что на Шри-Ланке шла война, я строила дом по своему личному проекту, сама понарисовала, сама высчитала по сантиметрам, ну, вот видите, архитект. Ну, строила, давай скажем так, что строила не для себя, ты делала виллу, как туристич, чтобы возить туда туристов. Ну, да, и для себя в том числе, потому что, это, знаете как, у меня всегда такая идея фикс, я должна жить на берегу моря, а там я жила на берегу океана, 40 метров до океана, и вот когда ты спишь, это все ракочет, это все трясется. В Шри-Ланке мы были шикарные, там океан, теплые. Ну, да, ну, хочу сказать, потом, конечно, вот этот, как вам сказать, вот, масса впечатлений всего от мира, вот, от мира, я уже говорила в предыдущей истории, что я была далеко-далеко на французской полинезии, в Тихом океане, вот, ну, все куда, в этом году я лечу на Филиппины, наконец-то, у меня уже все, в марте месяце я туда отправляюсь, вот, а так по Европе, Европа дом родной, потому что постоянно, я каждый год делаю всевозможные туры, меняю программы немножко и так далее, чтобы развиваться самой, потому что, вы понимаете, еще не пришло время вязать носки мне, я так чувствую. Я на секунду скажу, что Лариса богатая на внуков, у тебя четверо внуков. Четверо, да, у меня две дочки, у меня это четыре внука, и два мальчишки, и две девчонки, я очень их люблю, вот, и... И очень сильно балуют, уж поверьте, то есть все дозволенные килограммы, что она везет отсюда, это везет она исключительно для них. Да. Кто-то она смотрит, постоянно видели внуков, мы здесь в бассейне показывали, да, они велигали, они приезжали. Ну вот, вы знаете, это, это счастье, ну, единственное, что, конечно, я, я всегда говорю, что я плохая бабушка, в том плане, что я вечно где-то болтаюсь, и не могу так вот быть такой полноценной, правильной бабушке, варящей борщи, то все, но бывает, я, я когда, у меня есть время, то я там, и я, конечно, все это делаю, внуки меня любят, меня называют Лариса, никакая я не бабушка, и вообще, мне тут последний раз, моя внучка Тулиана, отвесила такой комплимент, она, я там пошла, вместе с ней она сережки в уши прокалывала, а я спросила у косметолога, а что делать с моим 100-летним личиком, вы не хотите ли мне что-нибудь подколоть, она сказала, вам уже ничего не поможет, вот, вам нужно, неприятная косметолога, вам нужно уже пластик делать, и так далее, на что моя внучка сказала, знаете что, бабушка у нас зато очень модная, и хорошо одевается, вот так, не буду ее у вас прокалывать, да, вот так, короче говоря, да, Тулечка так вот со мной поступила, короче говоря, я, конечно, зеркала обхожу стороной последнее время, но, живость моего характера, все-таки, не дает мне быть такой скишей, и так далее, а что касается моей личной жизни, скажу вам по большому секрету, я еще не встретила ту любовь, о которой я мечтала всю жизнь, до сих пор, где-то, где-то, где-то мой, где-то мой суженый, невстреченный ходит, вот, сейчас мое сердце свободно, вот, ну, вы сами понимаете, имею большое окружение людей, и так далее, но я очень правильная, я только могу с кем-то общаться по большой любви, все, вот так вот, что касается личной жизни, да, а так, я счастлива вполне, потому что я очень много вижу всего, и так далее, хочу еще прошвырнуться по Европе немножко, когда я последний раз интервью тут давала Сергею, то, после этого я рванула брать бастилию, у меня каждый год, я беру бастилию в Париже, это 14 июля, значит, у меня всегда есть группа, но я, конечно, показываю Париж, эти фейерверки праздничные и так далее, вы знаете, мне, вот говорят, увидеть Париж и умереть, ну, понимаете, сколько раз я должна там была бы умереть, потому что я очень часто там бываю, но я люблю Париж, вот многие говорят, нет, там не нравится или что, а мне нравится, вы знаете, мне нравится, в Париже все, я так скажу прямо, да, я люблю Париж за то, что они воины, вы посмотрите, все время бастуют, они все время выступают, они добиваются правды, вы знаете, вообще они, конечно, кадры еще те, я помню, был чемпионат по футболу, я, я, значит, хотела своим туристам, монмандер показать, и заехала в улочку, а там была как раз огромная куча людей счастливых, что выиграли, они какой-то матч, это пару лет, не знаю, сколько-то лет назад было, вот, они как оцепили наш автобус, они наш автобус раскачивали, мне была паника, за мной сидят люди с детьми и все, а эти сумасшедшие, безумные, прямо лезут на автобус, на крышу и так далее, они разнесли, они разнесли все Елисейские поля, повыбивали витрины дорогих магазинов, подграбили там, принарядились еще, да, но это такое антиреклама для Парижа, но они все равно вот такие устраивают мероприятия по защите каких-то там прав и так далее, я не помню Парижа спокойного, мне всегда везет, мне везет всегда, что я вижу там эти тысячи полицейских, они, честно говоря, на полицейских празднуют они их, они там и полицейскую машину перевернули, и полицейские там с ними справиться не могут, так же массово, очень-очень много. А вот что из Европы, вот какая страна из Европы нравится больше всего? Ой. Где бы ты комфортно, хотела бы ты Таллинн поменять, например, на какую-то другую европейскую страну? Ой, Господи, Боже мой. Я, конечно, из всех стран больше всего люблю Италию, это правда, вот, но я долго не понимала Франции, теперь я и Францию полюбила, да, потому что я делаю много разных туров, таких хитреньких, то есть вот если я где-то там не была, то я раз там маршрутик придумаю и побываю. Заглядываю. Да, у меня вот есть, так скажем, хотя бы такая возможность, саму себя побаловать, скажем так. Вот если я еду в Париж, это тупо не Париж, то есть я показываю все то, что происходит в Париже, потом я езжу часто в Нормандию, да Виль, Трувиль, смотрю, да, Руан, где же оно, Д'Аркс, это шикарный французский город, это нормандская часть, Ламандш там и так далее, да, вот, потом на обратном пути или по дороге в Париж, я заглядываю в Кёльн, в соборчик посмотреть, кёльнский знаменитый, послушать колокола, и знаете, у меня тоже есть такой момент, напротив собора есть очень хорошее кафе, и вот на момент, когда бьют колокола, я пью чашечку капучино и балдею от того, что я вот вижу такую красотень, потом в Кёльн посмотрели, чик-чик-чик, там километров 300 прогнали, уже тебе Брюссель, по Брюсселю погуляла, да, вот, на обратном пути я показываю Брюге, старинный город, шикарный, в этом году я ещё турный город обнаружила, тоже с такой необычной архитектурой, Амстердам показываю, но это уже Голландия, это другая история, вот, а ещё в этом году у меня был Лазурный берег, у меня когда-то это был шикарный тур, вот, большой, но в связи с тем, что у нас всё лихо дорожает, и автобусы, и отели, люди просто такую сумму не потянут, да, вот, значит, если Лазурный берег, то я еду по территории Швейцарии, я заезжаю в Люцерн, потом, значит, я в Генуи заезжаю обязательно, и пошла у меня красота, вот, люблю Лазурный берег за роскошь, я вам хочу сказать, что из всей Европы, что осталось такого, ах, ух, что вы посмотрели, что дорого смотрится, это Монако, эти белоснежные яхты, вот эта вылизанность, это шикарные автомобили, вот если вы хотите посмотреть шик, то надо туда сгонять, и надо посмотреть, что именно шик, дорого, но очень, очень, очень красиво, Ницца, Каны, вот в этом году, Каны насыпали, там, на пляже песок, мэр постарался, так что на следующий год, как уже этот год, я везу людей туда, в Каны, там шикарный пляж, теперь мы сгоняем, там на островок сплаваем, то сё, а живу я в Антипо, это полуостров такой есть, там музей Пикассо есть, вот, и я туда в этом году сходила, но безумный мужик был, глаза безумные, картины безумные, вот смотришь на картину, вот я художница, ещё по образованию, я никак, я не могу проникнуться, ну как бы, чем-то таким, в эти картины, чтобы понять, что это, ну не будем осуждать, великих, вот, у каждого у нас своя, другая, слушай, ну а вот, я так понял, что Европа портится, раньше ты ездила, она была другая, сейчас на основном, всё хуже и хуже, вы знаете, что, ну как хуже, то, что стоит, архитектура, это всё есть, вот про жизнь, вот я помню Вену, взять, да, Австрия, шикар, театр, выруливают дамы в норковых манто, в этих лаковых туфельках, везде чистота, везде достаток, благоухание духов французских, такое, всё самодостаточное, а сейчас, мама дорогая, какие-то кони ездят к собору Стефана, везде запах мочи, везде грязь, везде куча мигрантов, кто-то там на гармошке играет, кто-то, понимаете, вот всё это, образ города уничтожает, вот это вот, балаган, вот это, да, это вот, например, что касается Вены, да, потом приведу другой пример, я возвращалась откуда-то со Швейцарии, спала в Нюрнбурге, у меня была ночь в отеле и экскурсия, да, боже правый, я была просто в шоке, вообще немецкие города тоже превратились в мусорки, в Нюрнбурге бумажки валяются, какие-то, откуда-то навалилась куча тёмных людей, вот, не знаю, с каких стран, я смотрела с ужасом, что это вообще происходит, и потом, вы знаете, вот Германия, когда-то я делала такую программу, романтическая дорога, это, дорога называется так, потому что там 33 города примерно, самые красивые города Германии, в куче, мы с моей дочкой на машине, почти все проехать смогли, это красотища неземная, вот там ещё вроде как-то не тронуто, потому что, да, это подальше, на это центра. Да, потом хочу сказать, что, вот, все, все какие-то, конечно, вот эта миграция людей сумасшедшая, она приводит к разрушению той красоты Европы, которая на самом деле существует, вот, например, в этом году, значит, я была ещё с группой в Неаполе, у нас самолёт туда приземлился, вот, и вот, конечно, это Южная Италия, это самый такой, ну, бедный район, можно сказать, Италии, да, Неаполь, то же самое, одни мигранты, понимаете, это, и вот, это всё убивает, вот, историю убивает всё, да, итальянский, я никогда не забуду по своей первой поездке в Италию, это было очень-очень много лет назад, это было, может быть, даже лет 30 назад, я помню, мы приехали в город Равенна, и был воскресный день, было солнечно, это была зима, роскошные дамы в норковых шубах, везде парфюм витает, была какая-то свадебная церемония в церкви, колокола звонят, вот, Италия, понимаете, вот, всё дышит, вот, дышит, дышит, дышит тем, что это настоящие итальянцы, вот, итальянская кухня, вот, нарядно одеты люди, вот, всё это, всё это, и теперь всё это начинает стираться, вот, я в Вероне, это просто мрак, вот, Верона, это город любви Ромео, Джульетта, там, всё это красиво, архитектура и так далее, вот, вы не поверите, в центре города, пол Шри-Ланки гуляет, вот, они там, значит, они все туда, в Италию, это мана небесная, Италия, они все там сидят тучами, это не то, что там раз, три, а тучами сидят, итальянцев, итальянцев, итальянцев не видно, в Милане Новый год отмечали один раз, мама дорогая, это был просто тихий ужас, я не могу вам передать, вот эта миграция, она уничтожает лик Европы, понимаете, вот, да, я понимаю, мне тоже жалко этих людей и так далее, я иногда думаю, господи, сколько государства европейские тратят денег на мигрантов, они же, знаете, как сладко устроились, например, во Франции, значит, она рожает, 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 она получает такие пособия, что и муж не работает, и никто не работает, и они все сидят на шее у государства, значит, это кому-то выгодно, говорить, кто это делает, а не мы решаем, а я думаю, если бы вот эти средства направить на какую-то страну, откуда прут люди, построить заводы, и чтоб люди были, работали, никто бы никуда не поехал, они же от безысходности прут, они прут от безысходности, они не виноваты, в общем-то, это так складывается обстоятельство, ну, короче говоря, конечно, мне очень жалко Европу, в этом плане, что там, что взять вот Париж, господи, там, когда въезжаешь только в Париж, это начинается, темнокожие люди, либо индусы в Саре, или, я говорю туристам своим, добро пожаловать в Африку, потому что белых людей практически не видно, только в центре, уже тогда это как бы уходит в сторону, а так, очень, есть такие опасные районы, в Париже, куда белый человек вообще сунутся не может, например, да, не будем уже такое негативно заканчивать, расскажи о своих планах, вот какие у тебя планы, да, интересные, планы, вы знаете, один словом громадил, с планами у меня все в порядке, но я как бы запланировала себе, начнем с того, что я в марте еду на Филиппины, ты их посмотришь, да, ну вот как-то я туда еще не добралась почему-то, вот потом у меня опять парад цветов, апрель начинается, ну это то, что касается моих автобусных туров, очень много всего, те же Лазурные берега, много Франции, Италия, хочу, наверное, в этом году в Грецию перенаправиться, ну а сейчас вот я в Египет еще успела сгонять, тоже вот, перед Айландем, перед тем, да, немножечко, да, немножечко в Египте я побывала, недельку потусовалась, там посмотрела, ну, понимаете, у меня еще есть такие планы, я хочу освежить память, я, наверное, в Таиланд бы еще съездила, потому что я была очень-очень давно там, ну на какой-нибудь из островов, там, сгонять, посмотреть, вот, ну и, что сказать, у меня карта еще не вся освоена, есть белые пятна, да, и это не только снег, да, это новые страны, вы знаете, я же такой человек легкий, я вот раз придумала и полетела, это правда, я долго не думаю, я всегда, я не могу жить без работы, даже если я летаю, я работаю, я изучаю, потом я это все рассказываю туристам, вот, учу, как нужно красиво жить в этой жизни, чтобы не сидеть дома, копить бабки, которые кончаются, обесцениваются, надо тратить на красоту жизни, это же в памяти остается, представляете, вот, сколько я там всего видела, перевидела, вот, я никогда не жалею о том, что у меня нет роскошной машины, хотя я могла бы уже такую себе машину купить, вот, Лариса живет просто в квартире, она не вкладывает там в дома, она вкладывает в себя, в свое познавание мира, она очень любит внуков, она любит хорошую кухню, хорошее вино, красивых умных людей, это правда, поэтому она, деньги для нее, мы это уже поняли, это просто бумажка, но бумажки эти должны быть, чтобы вот устраивать себе, как она говорит, послушать колокола, выпить чашечку кофе в красивом, памятном, любимом месте, своего какого-то приятного города, куда хочется возвращаться, и там же послушать, посмотреть свои улочки, у тебя где-то есть. И это правда, и это правда, и я люблю, например, еще Венецию, когда ты идешь узкими, узкими улочками, где туристы не особенно забираются, вы не поверите, меня в Венеции чуть кирпич не убил, с крыши обломок от чего-то отвалился, и рядом со мной упал, вот прямо вот рядом, японцы рядом были, они как лупанули, а я думаю, вот Бог миловал, а так могли бы меня пристукнуть в самом людном месте, например, что я вам хочу сказать, я желаю всем здоровья, 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 желаю денег для ярких впечатлений, чтобы у вас были, вот, и я не знаю, хочу такого для людей, хочу мира, чтобы не было войны, чтобы все были счастливы, чтобы у всех было, но счастье прямо перло, перло-перло, вот, ну я думаю, Сережа, я заработала чашечку эспрессо, в заключении, мы с Ириной от нас хотим тебе пожелать тоже здоровья, самое главное здоровье, все остальное у тебя есть впечатление, и вот, ну, жизненной энергии, наверное, нет смысла тебе желать, и она из тебя просто прет, Я только желаю тебе, не останавливайся, беги, 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 все равно, где мы споткнемся и останемся, но ты будешь бегать, будешь жить в этой радости, как тебе это все доставляет искреннее удовольствие, это видно. Молодец, прям ты пример для нас, вот я всегда Ире говорю, надо быть таким, как Лариса, то есть энергия, видишь, она, да, она не может сидеть, и мне это, кстати, нравится, я такой же, я тоже не могу. Сережа, я поняла, я тебе буду завещать свою турферу. Спасибо, Лариса, всего тебе хорошего, спасибо за интервью, было действительно интересное, про Чукотку вообще просто огонь, просто мне это интересно. Скажи мне, про давностные жизни, высокая? Нет, они до 40 лет дотягивают в основном, ну, во-первых, кислородное голодание там присутствует, ну, и любовь к алкоголю, они все-таки многие спиваются, чем печально. они говорят, сразу спиваются, у них нет этого гена. В общем, спасибо тебе, Лариса, огромное, пойдем пить заработанную тобой кружку кофе. Не одну. Спасибо тебе огромное. Пока-пока. Пока. Пока.